Три комедии, военная драма, каска и фантастика. Сегодня у афиши Гомельского областного драм-театра назвы уже знакомых спектакля. Театральный марафон с шести постановок собрал журналистов и крытоков с Беларуси и близкого замежа. Гости будут оценивать режиссерскую и актерскую працу минулого сезона. Подобных проектов ни у Гомеля, ни в целом Украине еще не проводилось. Чем интересен Гомельский драматический театр среди других беларуских театров, так это своей индивидуальной афишей. Потому что если, например, в Минске названия какие-то более-менее узнаваемые, угадываемые, понятные, то лицо Гомельского драм-театра оно очень отличается от других областных театров. И в этом смысле, конечно, предстоящая неделя вызывает любопытство. Ранее график артиста у театра был насыщен гастролями и небогатый на конкурсные поездки. Этот проект послужит первым кроком на шляху до пьедыстала у разных фестивалей, отримавший компетентную оценку экспертов и отзначивши моменты, которые потребуются до працовки, труппы театра уже 28-го кастричника представить свою творчесть над ним с фестивалей у национальной драматургии. Творческим людям в собственном соку как-то не очень хорошо вариться, хорошо, когда нас любят, когда нас принимают, но хотелось бы все-таки услышать именно профессиональную оценку театральных критиков. То есть это не обязательно, что будет что-то резко плохо. Может быть, наоборот, у нас есть какие-то положительные моменты, которые нам подчеркнут, и мы будем этим гордиться. Не глядячи на то, что все спектакли уже знаемы глядачу, проблем с продажем квитков не было. Дарыча, когда на гомельской сцене спектакль «Кахание Глубы» побачила 8 тысяч глядачу, то с гастрольными показами уже 12 тысяч. Заплячимы выступления в Бресте, Витебску, Тамбове, Калининграде и Бобруйску, на Чарзе-Воронеж. А кроме этого удалейшим зуликом рецензии критиков, коллектив театра под шнерок до национальной театральной премии званил заслуженный и академичный. Ганна Ковалева, Валера Игапаньку, телерадиокампания «Гомель».